Здравствуйте, дорогие друзья! Это будет неделя с 17 по 23 апреля. И будем делать натору языческих кошек. Как обычно, деловая сфера личная и совет, как лучше справиться. Начинаем с Овнов и смотрим неделю с 17 по 23. Что в работе и делах? Какая неделька будет? Шестерка жезлов. Карта победы, карта успеха. Карта урвал свое-таки! Я молодец! Ну, откровенно, здесь карта победителя. Котик, у него лавровый венок, венок победителя. Он схватил эту мышь или крысу. Все остальные коты, конечно, в шоке. Кто там в зависти, кто в восторге, кто... Ну, в общем, все равно они очень удивились. И он себя чувствует, конечно, молодцом. Ну, то есть, неделя должна быть успешная. Какие-то победы любого рода. Когда обычно выходит шестерка жезлов, эта карта такая вот... И первое, и мы удовлетворены. И люди, окружающие нас, коллеги по работе, там, да, близкие наши, они реально видят, что, не, ну, это, слушай, это очень хорошо. Вот то, что ты там заработал, то, что получилось, то, что это так, что если у вас намечены какие-то переговоры, дела, что-то важное на эту неделю, карты вам сулят успех. Ну, совет тоже надо к совету прислушаться, чтобы как, чтобы не прохлопать, не прошлепать эту возможность. Если вы ищете работу тоже, есть возможность заполучить то, что вам хочется. Так, личная жизнь у овнов, любовь, отношения, пашкубков, пашкубков это у нас, маленькие радости, маленькие сюрпризы, подарочки, приглашения, какие-то комплименты, легкий флирт, карта детишек также, и возможности забеременеть, если что. То есть, ну, для кого-то здесь могут показывать, например, что есть возможность, потому что иногда карты, они вместе работают. Я уже и у себя это просекла, и у других торологов, кто делает вот так вот, типа, деловое личное, иногда это вместе работает. Ну, как бы, беременность, которая, ура, наконец-то у нас, типа, все получилось. Мы узнали о своей беременности и довольны с мужем. Ну, в общем, вот так вот. Пашкубков, хочу заметить, жезлы это социальная масти, карта успешная в жезлах, активная, то есть неделя может быть в любом случае активная. Победы эти могут быть разные. У кого-то это, ой, наконец-то у меня получилось это закончить, что я там делал по работе, да? И я остался доволен этим. И меня похвалили, и клиенты довольны, и я сам доволен, как бы там ни было. Кому-то могут и повысить по этой карте, понимаете? Тут уже степень этого, степень варьирует. Не забывайте. Кто-то ищет работу достойную, а кто-то ищет, господи, мне бы хоть работу найти как можно быстрее, да? И даже если она там не ах, прям какой мечты, но человек себя все равно чувствует удачливым, все равно хорошо, что получилось. Конечно, не прям работа моей мечты, но все равно здорово. Так что это вот в любом случае. Потом, то есть такая вот социальная карта легла на деловую сферу, на вашу деловую жизнь. А кубки, то, что как раз сердцу близко, дорого, душа, эмоции, любовь, впечатления, легло как раз вот эта хорошенькая карта, миленькая, легла вам в чувствах и в отношениях. Так, совет Овна. Совет Овна. Ага, хочешь жить, умивертеться. Главное не прошляпить. Вот я же вам сказала. Главное не прошлепать свою удачу. Семерка мечей. Вот в этой конкретно колоде, если вы обратите внимание, у нас здесь кот, а Бармот, по-другому не скажешь. Он спит. Мыши в пляс, все съели, все там у них хорошо. А этот вообще, просто и вуз не дует. О чем это говорит? В качестве совета. то есть, надо быть половче, надо быть похитрее. Не все вещи могут получиться на этой неделе, если вы не будете вертеться и крутиться. Понимаете? Если вы сядете, о, все хорошо будет, и буду сидеть, ну, тогда мыши все поедят. Буду спать, короче, да? И все просплю. То есть, не проспать это, не прозевать это, использовать эти возможности, не терять бдительность, условно, да? Вот. Иногда не самыми прямолинейными методами действовать, потому что вот это вот дипломатия, иногда очень помогают. На дне колоды семерка жезлов, карта и защиты, и обороны. То есть, ну, условно, человек может, во-первых, защищать свою территорию, защищать свои интересы, а также это может быть, когда мы активно боремся за то, чтобы вот, ну, даже не за место под солнцем, за что-то, что мы хотим добиться. Мы активно работаем для достижения этого. То есть, никто не говорил, что вот этот успех, он прям будет легким для вас, да? Ну, по крайней мере, для тех, кто постарается, видимо, очень даже молодцом, будьте потом доволен. Удачи вам, дорогие обны. И мы переходим к тельцам. И неделя у нас с 17 по 23 апреля. Что у тельцов в работе, делах, в личной жизни? На неделе 17 по 23. Так. Деловая сфера, рабочая, шестерка Пентакли, карта, расчеты, карта взаимозачетов, карта помощи, взаимопомощи и поддержки, подарков, премий, каких-то бонусов, вознаграждений или необходимости рассчитаться, оплатить какие-то счета, поставщикам, например, да? Оплатить какие-то денежки. Карта компромиссов, карта, я уже говорю, взаимоподдержки какой-то. Бартер иногда даже идет по этой карте. Вы нам картон, мы вам кирпичи, не знаю, ну, примерно. Вот. Что-то такое, что, возможно, вы с кем-то взаиморассчитаетесь. Может быть, вам вернут то, что вам, у вас занимали, то, что у вас брали, либо оборудование, либо деньги занимали. Но это все связано с деловой сферой. Либо вы рассчитаете, если вы что-то у кого-то брали, то вы постараетесь, вот на этой неделе, по крайней мере, карта рекомендует, если что, да, вот этот взаиморасчет произвести. Можно получить помощь, если нам требуется, на этой неделе получается. Ну, обычно карта очень гармоничная, если честно. Штурка Пентакли обычно всегда говорит, что даже когда мы оказались в такой непростой ситуации на работе, обязательно кто-то найдется, кто скажет, давай я вот тебе помогу, пока ты там этим занят. То есть всегда очень хорошая такая карта. Поддерживают люди друг друга по ней. Так, любовь отношения у тельцов с 17 по 23, король мечей. Ну, что-то как-то с любовью-то у нас тут прохлоновастенько немножко, да, потому что король мечей, он ведь такой суровый, какой-то, может быть, чем-то другим голова занята у мужчины в основном, да, то есть если вы женщина-телец, ваш мужчина, он, конечно, может быть понятный, прозрачный, вот, говорит как есть, ну, тепла от него трудно дождаться. мужчина, а вы можете быть такими, какими-то суровыми, жесткими, холодными, может быть, я говорю, вы чем-то озабочены, просто другим, вот, заняты чем-то, не до этого вам сейчас, там, подождите со своими ромашками и к мамочке давай поедем, то есть не хочу я к твоей мамочке ехать, да, то есть вот какое-то, как будто в душе нет места для тепла, вот такое мне пришло, по какой-то причине, в общем, отношения такие, сдержанные, я бы сказала, сдержанные, и в основном мужчина рулит, и мужчина чем-то озадачен, я бы так сказала, так, совет тельца на эту неделю так-то, четверка жезлов, карта первая, конечно же, всегда хорошего настроения, да, потому что в четверке жезлов люди, вот видите, это карта праздника конкретно, собрались, у них тут пикник, они там что-то отмечают, каждый со своими радостями, каждый со своими мыслями условно, ну, все вот в одном пространстве, они сосуществуют, то есть акцент делается на семью, на уют в семье, на поддержание теплых, все-таки теплых, обратите внимание, немножечко холодок здесь, на поддержание теплых, уютных отношений в семье, где хорошо, комфортно, может быть, праздник есть смысл какой-то устроить, не прям супер вечеринку, но так, чтобы вот как-то, не знаю, душа отогрелась, отошла, чтобы ощущался вот этот уют, домашнего очага, ну, вот так вот рекомендуют, готовиться, может быть, кому-то советуют, к какому-то празднику, или к чему-то, к какому-то мероприятию, к которому надо подготовиться, это нельзя сделать за один день, может быть, вы что-то там делаете такое, надо к этому, ну, подготовиться, да что ж такое-то, как будто карты не мешают, на дне колодок, готовных осталось, да, шучу, конечно, карты перемешаны, семерка жезлов, карта борьбы, отстаивания своих интересов, активного достижения своих целей, небольшого какого-то напряжения, потому что кот ведь ощерился, мы не знаем, нападают на него, или просто там кто-то с палками вышагивает, но он ощущает угрозу условно, да, и он даже может заранее превентивные меры принимать, и вот это вот шипеть, и дыбом, да, там шерсть у него, хотя может быть и нет никакой угрозы, но она может как бы казаться, что нам вот что-то там угрожает, или кто-то, или есть смысл нам бояться, ну, в общем, такая вот карта, больше как даже обороны и защиты, дорогие тельцы, я вам желаю в личной жизни расслабиться, оттепель создать дома, и добиться самых хороших результатов на работе, удачи вам, и мы посмотрим близнецов, на неделе 17 по 23 апреля, что карты скажут близнецам, так, в работе и делах, у близнецов выходит, туз жезлов, новое начало, возможность нового начала, обратите внимание, что в данной конкретной колоде, новое начало ведь бывает как, совсем новое, новая работа, вот я выхожу на новую работу, да, это совсем новое начало, а бывает, что из старого пня, который стоял, стоял, вдруг пошла новая поросль, побеги, то есть в существующем деле, есть возможность, что-то начать делать по новому, вдохновение, вдруг какие-то росточки новые показались, возможности новые открылись, и мы можем их начать, как бы, понятно, ухаживать, подстригать, того, культурить, а можем вообще не начинать, это уже личное дело каждого, но по работе какие-то новые возможности, подъем, вдохновение может быть, творческий подъем, желание что-то начать делать, и возможность, не просто желание, а возможность начать действовать, ну, те, кто ищет работу, тоже карта, кстати, замечательная, потому что может что-то такое интересное подвернуться, то, что вполне реально можно использовать, так, личная жизнь у близнецов, на неделе, с 17 по 23, девятка Пентакли, карта такого самодостаточного человека, довольного жизнью, тех, кто в паре, в прочных семейных отношениях, или, ну, встречаетесь, но уже у вас все стабильно, надежно, неделя прекрасная, неделя прекрасная, вы, будут какие-то совместные достижения, ну, в общем, вам будет чем гордиться к концу недели, я бы сказала так, вы будете довольны, если вы человек свободный, скорее всего, вы останетесь пока один или одна, но это вас нисколько не будет парить, вы найдете, чем себя занять, и куда применить свои таланты, будете заниматься, возможно, собой, своей красотой, хобби, у вас какие-то, потому что по девятке Пентакли у человека всегда есть интересы, всегда, то есть он не будет скучать, если он окажется один, на один сам с собой, у него там есть и книги, и интересы, другие, и хобби, он найдет себе занятие всегда, так, совет, гляньте, совет, восьмерка, кубков, советую что-то искать, советую что-то искать, либо уйти из какой-то ситуации, которая вас не устраивает, насчет ухода, я не знаю, что здесь может не устраивать, но может быть, есть что-то другое, что здесь в картах не отразилось, вот если вас какая-то ситуация не удовлетворяет, не устраивает, вы от нее устали, вам-то надоело очень, ну или общение с кем-то, например, допустим, не важно, это у всех по-разному может быть, но советую от этого человека, по крайней мере, на этой неделе отстраниться, или уж совсем навсегда расстаться с этим человеком, чтобы он вам мозгами не пудрил, вот, советую что-то искать, исследовать, то есть, если вам, ну, как бы чего-то не хватает, ну, ищите это, ищите информацию, ищите то, что вам необходимо для этого, на дне колоды королевы кубков, это женщина, ну, общий расклад, но все равно я склоняюсь к тому, что это женщина для большинства из вас, это может быть кто угодно, мама, подруга, другой какой-то человек, который вот, она такая мягкая, нежная, заботливая, добрая, музыкальная, часто творческий такой человек, может быть, вы будете с этим человеком общаться, куда ее здесь, в какой сфере, может быть, у всех в разной, может быть, это ваши собственные какие-то чувства, переживания, волнения, любовь ваша, кому-то, я вам желаю удачи, дорогие близнецы, и мы переходим к ракам, дорогие раки, неделя с 17 по 23 апреля, что вам сулит в плане работы, дел, восьмерочка кубков, карта недовольства, чем-то, так, кто не на работе, вообще не парьтесь, вас просто там нет, вот и все, вот, видите, хвостом махнули, и в отпуск пошли, да, или, в общем, не на работе вы, не работаете, отдыхаете, чем-то другим занимаетесь, и прочее, для тех, кто работает, неделя, какая-то она, вот, неудовлетворительная для вас, понимаете, что-то вам будет не нравиться, что-то вас не устроит, вам покажется, что вот, не те результаты, не так я сделал, или недовольен я там, что вот, те неправильно сделали, вот, недовольство в этой карте, не устраивает человека, ситуация не удовлетворяет, и, переговоры могут пройти, ну, то есть, скажем так, да, вот, если у вас запланировано важное, что-то на эту неделю, то вас это может не удовлетворить, или даже вы можете этого не получить, тут и такое возможно, потому что, если кто-то работу ищет, то по восьмерке кубков, ищем, ищем, пока ищем, да, это не значит, что никто не найдет, это общий расклад, так что не заморачивайтесь, личная жизнь у раков, личная жизнь, любовь, отношения, о, тут колесо фортуны, тут событий, тьма, кутерьма, поездки, круговорот, водоворот, такой может быть, и очень много разных событий и случайностей, хочу заметить, по колесу фортуны часто идут всевозможные случайности, которые, естественно, не случайны, они предназначены нам свыше, нам надо там быть, нам надо с тем человеком столкнуться было, да, или будет еще, нам надо, допустим, расстаться, пусть даже это на три дня, мы не важно, это же неделя, мы о неделе говорим, но могут случиться и судьбоносные события, которые прям повернут вашу жизнь в личном плане, ну, круто могут повернуть и изменить, по колесу фортуны, да, так бывает, нас могут сталкивать с людьми, нас могут разлучать, могут быть всякие разные, абсолютно непредвиденные, и непредсказуемые события, которые интересным образом, да, сыграют свою существенную роль в вашей жизни, так, вокруг вас будет очень много всего крутиться, и вам просто даже не надо пытаться, вы знаете, не надо пытаться стопор, вот остановить это колесо, чтобы типа замри, не хочу, пусть крутится, вот пусть оно, вот знаете, пусть оно прокрутится, вот сделает вот эти нужные обороты необходимые, для того, чтобы в вашей жизни произошла какая-то рокировка правильная, которая должна произойти в вашей судьбе, это очень важно, потому что часто мы там остановить мгновение, не хочу, ой-ой-ой, не, ну, когда приятные совсем прям неожиданностью сюрпризы, мы, конечно, вообще рады всегда, ну, приятному мы всегда рады, а вот что-то такое не по-нашему, вот мы начинаем там тормоза-то в эти колеса, палки в колеса вставлять, так, хорошо, Раким, совет вам, повешенный, да, вот не надо, то есть, понимаете, повешенный, он смотрит на все совершенно по-другому, иначе на дне колоды, четверка мечей, вам советуют не вмешиваться в ход течения событий, принять типа как пассивную позицию, отдыхайте, отдых, кто-то может на отдых поехать, на поездку, вот если вы поехали, отсыпайтесь, отдыхайте, тогда карты вам говорят, все, то есть поехали отдыхать, на работе вас пока нет, как хотите, тут без меня, все, я свалил, ну, хорошо, все, карты говорят, отсыпайся, спи, на пляже валяйся, делай, что хочешь, в общем, расслабляйся, выкинь все из головы полностью, все заботы, отключись от этого, на, вот прям совершенно, если вы не на отдыхе, да, на работе что-то не устраивает, в жизни, в личной жизни, или в семейной, там, круговерка такая, что не знаешь даже вообще, что делать, ничего не делать, отпустите вот это все, пусть оно течет, как течет на этой неделе, вот все-таки ощущения у меня были такие, и карты говорят, ну, в общем-то, так же, по повешенному, еще в качестве совета, иногда, как бы, типа, ну, и отпусти, это как бы, типа, пожертвуй этим, ну, не надо никаких жертвов думать, просто вот, пусть это на самотек идет, ничего не пытайтесь застопорить, и начать крутить в обратном направлении, я вам желаю удачи, дорогие раки, теперь мы дошли до львов, наших львов величественных, могущественных, да, царей, зверей, и людей, так, хорошо, так, львы, неделя, с 17 по 23, в работе и делах, у вас рыцарь кубков, человек добрый, помощник, может новый клиент появиться, может быть, могут быть какие-то такие хорошие, теплые отношения с кем-то на работе, и этот человек вас поддержит, поймет, выслушает, ну, то есть атмосфера на работе дружелюбная, по крайней мере с кем-то, если вот у вас, например, какие-то терки в коллективе, да, условно, есть какие-то осложнения там на работе, то вот это вот, это человек, который вам окажет поддержку, не обязательно, кстати, только эмоционально, иногда человек этот поддерживает, в буквальном смысле, по разными способами, он помогает, он как бы тебя, ну, охраняет, защищает, поддерживает, руками помогает, по-всякому, да, выгораживает тебя, например, там, неважно, вот, рыцарь кубков, то есть это у нас друг, по сути дела друг, друг и помощник, сама атмосфера может быть приятной, могут быть какие-то, ну, для творческих людей любые кубки, это всегда, ну, кроме этих, которые мало приятные, все кубки, естественно, тоже все так вот плавно течет, да, у вас такое поэтическое настроение, фантазия ваша бушует, играет, да, и вы, ну, понимаете, что и как вам надо, у вас масса всяких вариантов, масса, у вас свое видение и представление, как это должно быть, ну, то есть, даете полет своей фантазии, ну, помощь и поддержка, и также, конечно же, вы можете стать вот таким вот другом, помощником и поддержкой для кого-то, ну, это такое, на этого человека обычно можно положиться, да, и все идут ему душу открывать, а он главное выслушивает, он все это понимает, он как-то понимает людей, он их, он им сочувствует, он им, правда, эмоционально, вот выговорившись, человеку становится легче, если вы консультируете людей, значит, на этой неделе у вас все будет прекрасно, и люди будут находить вас, вот этого друга, по сути дела, который понимает, о чем они говорят, да, и понимает, и поддерживает, и, в общем, на их стороне. Так, личная жизнь у Львов с 17 по 23 апреля, здесь, что ж такое-то, только что было, была круговерть, у раков, и у Львов та же песня, события, запланированные свыше, всевозможные типы случайностей, разный круговорот, и какие-то встречи, разлуки, поездки, все крутится и вертится, могут быть повторения, потому что колесо еще иногда означает цикличность, или то, что бывает раз в год, каких-то событий, так что здесь вот цикличность имеется, как сезонную цикличность, и раз в год цикличность, и раз в какой-то период цикличность, ну, здесь, в общем, да, от вас будет мало зависеть, вокруг вас будет водоворот событий, так, хорошо, чтобы наши Львы там не закружились на этом колесе, его не советуют обычно тормозить, не советуют препятствовать этим событиям, то есть дайте им произойти, даже если они, ну, не совсем то, что вам хотелось бы, но обычно это нормальный водоворот жизни, и вас пытается, ну, судьба куда-то переместить, либо к вам, к вам, кого-то подкинуть, ну, вашу судьбу, либо наоборот, кого-то убрать, иногда и так бывает, так что здесь вот, небредсказуемо с этим колесом, так, совет львам, совет львам, шестерка жезлов, ну, это вообще ваша карта по сути дела, потому что это Юпитер во Льве, шестерка жезлов, всегда надо побольше уверенности в себе на этой неделе, да, уверенности в том, что все получится, что я могу, я смогу, помнить все свои достоинства, стремиться к этой победе, у вас должно вот ваше это львиное тщеславие, гордость, типа, чтобы я проиграл или проиграл, да никогда, вот такой должен быть настроен, никогда, ни за что, что бы ни произошло, я все равно останусь на коне, я все равно выйду победителем из этой ситуации, ну, такой вот совет, надо стремиться к этой победе, надо стремиться взять эту вершину какую-то, четверка мечей, карта вообще, как бы, отдыха, покоя, сна, но это на дне колоды, к чему вот это, хороший вопрос, что происходит, вот тому знаку предыдущему, когда у них было колесо, и мне показалось, что им не надо вообще совать палки в колеса, у вас по четверке мечей, я бы тоже сказала, что палки в колеса совать не надо, надо, не теряя уверенности в себе, принять пассивную позицию, ну, это мое видение такое, да, помнить о том, что ничто не сделает вас проигравшим, что бы там ни происходило, человеческое вот это достоинство, гордость, качество, таланты, они не уменьшаются от того, что нас там бросили, или нас замуж взяли, господи, боже мой, от этого она ни лучше, ни хуже не стала, хоть ее бросили, хоть замуж взяли, абсолютно ничего не поменялось, все внутри человека, в глубине человека, ну, по сути, вот я так это вижу, поэтому чувствуйте себя на высоте, при этом займите такую позицию более, ну, типа, вы тут как хотите крутитесь, а я, я до себя, что мне дергаться, я от себя понимаю, и знаю, что все у меня хорошо, и повысыпайтесь, пожалуйста, если у кого-то недосып, конкретный, так, удачи вам, дорогие львы, мы посмотрим, кто у нас еще, девы, девы, я вас приветствую, так, посмотрим на неделе 17 по 23 апреля, что в работе, делах, и личной жизни, семье, какие энергии входят в вашу жизнь, какие возможности у вас есть, так, девы, работа, дела, бизнес, с учеба, кто чем занимается, двойка мечей, вот, знаете, какая-то ситуация, натянутая чуть-чуть, слегка, не факт, что прям сильно, двойка мечей, ведь тут, понимаете, кот с завязанными глазами, пробирается, да, от одного меча к другому, там натянута какая-то, ну, условно, веревка, и вот он с завязанными глазами, внизу неизвестно, что камни, вода, трава, ему надо пройти, осторожно, не нарушая какого-то баланса, чтобы не свалиться, то есть ему не дергаться нельзя, не прыгать, скакать нельзя, надо очень аккуратненько так вот пробраться, да, с понедельника до пятницы, вот так вот, тихо-тихо, чтобы ничего не задеть и не свалиться, двойка мечей, конечно, говорит иногда о напряжении между людьми, во взаимоотношениях напряжение возникает с кем-то, такая, вот знаете, тихая, безмолвная конфронтация, не обязательно, это не громкий скандал, не выяснение отношений, это вот такое, я губы поджала, она губы поджала, и вот так вот мы ходим с ней, большую часть недели, с коллегой, да, почему-то вот мы, что-то у нас не заладилось, короче, может быть какая-то ситуация, где вам надо что-то сделать, но у вас такое ощущение, что прям иду по ниточке, по ниточке, да, то есть, все не так просто, очень нежелательно бы, и боюсь ошибиться, во-первых, и нежелательно ошибаться, поэтому очень-очень так вот осторожней, осторожничаю и тихо-тихо-тихо пробираюсь, ну, посмотрим совет, что вам скажут, то есть, ну, напряжение, конечно, на работе, да, так, личная жизнь, любовь, у дев, 17-го по 23-е, ну, тебе личная жизнь, отшельник, ну, личная жизнь у отшельника какая, он сам по себе один, если вы в семейной, если вы семейный человек, если вы в отношениях, и вы скажете, как-то я один или одна, ну, конечно, вы не одни, но дело в том, что по отшельнику мы не больно торвемся к друг другу, кто-то в отношениях может, ну, знаете как, не могу, занят, не домогаю, мне сейчас некогда, что-то не охота, и вот так, вот тебе такая жизнь, круто, вообще, ну, у водолеев было, так что не переживайте, это, да, это вот так вот, примерно, занят кто-то явно, или оба даже иногда, оба бывает такая загруженность, что какая там личная жизнь, доброе утро, спокойной ночи, все, вот и поговорили, вот и полюбили, то это неделя у нас такая, но по отшельнику иногда, если вот отношения на волоске, волоске держались, то по отшельнику кто-то может уйти, ну, если человек вот порывался, не хотел, да, то по отшельнику он может и уйти из отношений, вы или другой человек, но отшельник, в общем, не очень такой вот, проникающийся глубоко чем-то, может быть, потому что человек не домогает, может быть, потому что человека одолевают какие-то раздумья, какие-то, вот, например, на работе ситуация, да. Какая там личная жизнь? Тут не знаешь, блин, как из этого выбраться. Какие тут сейчас, подождите, ромашки? Не хочу сейчас ромашек. Мне тут голову уже мозг себе даже не взорвал. Именно он гоняет такие вот мрачные мысли, тяжеловатые. Он что-то все пытается и проанализировать, и понять, как ему действовать. В общем-то, вот так вот. Ну, вот такая вот мне показывает. Так, совет. Где вам совет? Совет. На неделю. Рыцарь кубков. Видите, как? Немножечко-то, конечно же, первое. Если у вас есть друг или подруга, которые вас могут поддержать, помочь, по-хорошему, да, по-доброму, выслушать даже элементарно, выслушать. Вот у вас, например, напряжение какое-то на работе, личная жизнь сейчас не до нее, или там, ну, какие-то, не знаю, вот, ощущение такое какое-то одиночество, и я в этих проблемах, типа, одна тут пырхаюсь, да. Надо положиться на кого-то из близких людей, кто вас понимает, кто выслушает, и просто даже поддержит элементарно, поймет и поддержит. Самим надо быть тоже мягче, душевнее и более открытым, что ли, потому что отшельник, он вообще, он, знаете, у него, он так вот, у него душа так раз и замкнулась для внешних воздействий. А рыцарь кубков, он открывает душу, он вот разворачивает все-таки, вот эту грудь свою, да, и позволяет этим новым эмоциям, впечатлениям, как-то войти в его жизнь. Расслабиться, в общем, надо, да, быть более открытыми, менее напряженными. Девы, а то вот так вот, как комок, сжались. На дне колоды двойка пентаклей, тоже, кстати, карта гибкости. Гибкости, возможности, которыми мы играем, какие-то вещи, которые мы пытаемся удержать, может быть, две там, не знаю, может быть, вы два проекта каких-то ведете на этой неделе, и уже вам кажется, что справлюсь ли я, потому что двойка пентаклей иногда дает, ой-ой-ой-ой, ну, когда вот жонглируешь, да, не умеючи-то, оно же, какое состояние, что ну, сколько я так еще продержусь, да. Ну, в общем, короче, такая вот, мне кажется, напряженненькая немножко неделя. Ослабьтесь, Девы, и старайтесь быть более мягкими, более открытыми. Ну, не знаю, как-то надо тоже людям доверять чуть-чуть. Так что я вам желаю удачи. И мы посмотрим, что ждет весы в неделю с 17 по 23, на неделе с 17 по 23 апреля. Весы. В работе и делах у вас атмосфера. спим. Кто-то в отпуске. Ой, на поиск работы, конечно, карта безработицы, карта отсутствия подходящих вариантов, либо, ну, в общем, короче, да, безработица карта, что там говорить. На существующей работе, то есть, если вы не в отпуске, какая неделя? Да какая-то вот она глуховатенькая, немножечко застойная. Нет такого прогресса. Если вам хотелось какого-то прогресса, то по четверке мечей, то, знаете, как, где-то мы вынуждены ждать, где-то так вот получилось, само собой, где-то еще что-то, и все как-то вот так вот вся неделя и прошла. И как в понедельник начали, в пятницу оглядываемся, какие результаты. Ну, не знаю, даже трудно как-то сказать, да, какие результаты по четверке мечей. Не совсем нас устраивающие, наверное. Немножко такая вот стагнация на этой недельке. Так, личная жизнь у весов. Личная жизнь у... Ой, десятка мечей. Ну, десятка мечей бывает разная, конечно. Все мечи... Неделя, видимо... Короче, десятка мечей это избавление от чего-то, да? Причем такое резкое? Иногда очень неприятное. Если, конечно, совсем в негативном ключе, тут, ой, это могут быть неприятные вещи, даже нет смысла перечислять по десятке мечей, очень неприятные. Но если мы не будем о совсем неприятном думать, потому что зачем о нем думать, ну, морально надо быть готовыми. То есть если вы ничего не собрались, допустим, там, завершить, отдать, прекратить, и это вы знаете, что это будет неприятно, тогда может оно завершиться само, тогда это не вы, инициатор. Оно может вот так вот прекратиться, потому что десятка мечей и предательство означает, и резкое окончание чего-то. Но иногда по десятке мечей мы сами, вот, например, общались с человеком, он нас, извиняюсь, достал просто до печенок, и мы по десятке мечей, нам очень неприятно. И тому человеку, естественно, неприятно, но просто у нас больше нет сил. Понимаете? И мы делаем вот это вот до свидания, мы совсем отрубаем общение с этим человеком. Больно. Вот этот момент, он, конечно, очень неприятный, но потом нам легче, вот реально легче. Так что здесь вот у всех может быть по-разному отыграться. Что-то вот это у меня как-то вот так показывают неделю. Так, совет весам, надо со всем этим справиться, что им посоветуют. Так, расслабьтесь, а позвольте себе какие-то радости и удовольствия, сходите куда-нибудь. В кино посмотрите, в ресторан сходите, с друзьями посидите. То есть не принимайте близко к сердцу, будьте чуть-чуть поэгоистичней. Вот котик так вальяжно развалился, у него всё есть, у него всё хорошо, и его в первую очередь колышет какое-то собственное удовлетворение, да, что вот я доволен, а у меня всё хорошо, а для меня вот я вот этого хочу, да, вот я-я-я-я-я-я-я немножечко такое вот присутствует у него. На дне колода шестёрка жезлов, карта победы, карта успеха, карта достижений, карта гордости, тщеславия, завоеваний каких-то, да, и взятие вершин. Ну, то есть, вот знаете как, это ещё хороший вопрос. Когда мы проигрываем, точно ли мы проиграли? Иногда же нам это кажется только. Так что смотрите, что это может быть, не знаю. Я желаю, чтобы всё было хорошо, но по девятке кубков не забывайте обязательно себя побаловать на этой неделе. Обязательно. И будьте чуть-чуть, вот здоровый такой эгоизм, понимаете, человек, он должен быть в нормальном ключе здоровым эгоистом. Иначе он, если себя не балует, то ничего миру дать не может, потому что он сам несчастный и истерзанный человечек. Так что учитывайте это весы. Удачи вам! Скорпионы. Неделя с 17 по 23 апреля. Что вам скажут карты про вашу неделю в деловой и личной сфере? Так, сначала мы смотрим работу, дела, бизнес, учёбу, творчество, то, что делает. Даже если вы пенсионерка и на огороде только у вас хозяйство домашнее и огород, но это ваши дела всё равно, понимаете. Где-то вам надо в ЖЭК сходить, где-то вам надо ещё что-то сделать. То есть мы же все чем-то занимаемся. Ну я не знаю таких людей, которые ничем не занимаются. Это очень плохо, кстати. Это не полезно. Так, скорпионы. Ну скорпионы не могут ничем не заниматься. Это просто исключено. Скорпионы, работа, дела, бизнес. Карта страшный суд. Суд, он бывает разный. Суд бывает, знаете, как крупным, таким вот, ну, серьёзным испытанием. Когда там такие перетрубации, начальство меняется, там что-то где-то перемещают, двигают вас. В вашем отделе там такие перестановки, что аж волосы дыбом встают. Не факт, что плохие, но оно же как-то всё это, понимаете, не остаётся однозначным. И начинаешь в этот момент понимать, что я так это смотрю на это всё и не знаю, чем это закончится. То есть вот такие могут быть подвижки по работе. Суд для людей, кто искал работу, вот реально бился, бился, искал, бегал, хотел. Суд может вам и подарить эту работу как награду за ваше старание, мучение и за ваше переосмысление ситуации. Потому что мы иногда, знаете, как ищем, там, отчаиваемся, ещё что-то. А потом мы рассели, подумали, задумались и поняли, что мы делали не так, и мы по-другому начинаем к этому подходить. И вот тебе на. То есть, ну, понятно, что суд – это карта бумеранга. Скажу вам так. То есть кто хулиганил, шкодил, не знаю, воровал, ещё что-то плохое очень делал, по суду тут всё что угодно может быть. Могут и взять. Ну, понятно, да? То есть здесь надо, конечно, понимать, что если что-то очень, типа, ужасное случилось, как правило, это наше заслуженное нами как-то вот когда-то. И то же самое, если что-то хорошее происходит, нас, наконец-то, нам становится легче, освобождают нас от чего-то, проясняются какие-то моменты, значит, это как награда за наше страдание, старание, терпение и так далее. То есть суд – вот он такой, надо это учитывать. Поэтому если что-то совсем плохое случится, значит, винить кого-то не надо. Надо, в первую очередь, как-то задуматься о собственном поведении. А если хорошее, можете, ну, медальки сильно себя там, грудь не обвешивайте медальками, а то будут греметь звонко. Ну, радуйтесь просто, благодарите высшие силы, что и своё высшее я за то, что вот вы что-то переосмыслили, правильно сделали и вас наградили за это. Так, личная жизнь у Скорпионов. Ну, завернула я вам со страшным судом. Личная жизнь. О, два старших аркана, личная жизнь император. Ну, кто в отношениях? Здесь всё прочно, стабильно. Но мужчина рулит всё-таки. Мужчина командует, мужчина управляет. Он чувствует за собой ответственность. Неравнодушен к тому, что происходит в его семье, с его близкими. Контролирует их, так сказать. Ну, власть. Император символизирует власть, порядок и контроль. То есть в существующих прочных отношениях всё замечательно. Если вы свободный Скорпион, мужчина, флаг вам в руки, чего вы сидите-то? Император, это мужская инициатива, это мужская активность, мужская вот эта вот... Проявите себя как серьёзного мужчину, достойного, который хочет действительно каких-то отношений. Не просто там мозги попудрить ей, а вот он я, где ты. То есть надо себя проявлять. А для женщин-скорпионов, может быть, если у вас никого нет, во-первых, может быть общение с кем-то очень таким вот, я бы сказала, даже важным для вас. Этот человек может сыграть серьёзную роль в вашей жизни. Иногда, конечно, показывать не романтического, ну, человека в плане императора, да, это может быть начальник, это может быть отец, это может быть кто-то, кто. Каким-то образом, я не знаю, ну, может вам помочь в жизни, может быть, вот это вот всё имеет отношение, потому что суд – это разборки иногда, серьёзные, император – это всё начальство, власть, закон. Вообще, вот у кого намечаются какие-то судебные выяснения каких-то вопросов, это может быть эта неделя, конечно же. Потому что суд, страшный суд, тоже означает судебные дела. Император показывает закон и власть. Ну, то есть, а для скорпионов свободных женщин вы можете встретить мужчину, который, да, интересно, я не знаю, к чему это приведёт, потому что такому мужчине им тут потакать вашим всяким прихотям он не будет, он имеет своё мнение. Так, совет скорпиона, совет, недели 17, по 23, императрица. Ну, а императрица? Во-первых, необходим творческий подход и понимание разных жизненных процессов. В нашей судьбе вообще и в природе. Потому что императрица символизирует мать-природу, да, а в природе всё имеет какое-то, знаете, какие-то свои законы, закономерность. Рождается, растёт, стареет, отмирает, да, потом что-то рождается новое. Ну, в общем, тут очень надо вот это всё хорошо понимать. Все эти взаимосвязи именно женщинам. Ну, если у вас нет никаких судебных проблем, да, если у вас вот этот мужчина встретился, вы должны себя во всей красе показать, как умница, красавица, хозяйка, женщина, чтобы вот просто неизгладимое впечатление оставить на мужчину. А мужчинам, скорпионам, тоже надо на какую-то женщину внимание обратить и уделить ей внимание, наверное. Так, на дне колоды туз жезлов. Туз жезлов это у нас и новое начало, и в старом, из старого пня тут видите новые побеги. Возможность уже в чём-то ну, начать это, продолжать это по-новому, какие-то новшества ввести. Ну, не знаю уж, какой-то толчок. Ну, три старших аркана, дорогие скорпионы, неделя для вас существенная, важная. Иногда люди думают, что это обязательно, ну, как бы на внешнем, во внешнем проявлении должны какие-то необязательно. Это может быть внутреннее переосмысление, понимание ответственности и соответствующие, может быть, результаты качества жизни может измениться в итоге. Так, хорошо. Я вам желаю удачи, дорогие скорпионы. И мы посмотрим прогноз для стрельцов недели 17-го по 23-е апреля. В работе и делах для стрельцов выходит двоечка мечей. У кого-то она была, забыла я уже, у дев, что ли. То есть, если вы дева-стрелец, то, может быть, вот такая, да, неделя какая-то немножко неопределенная, да. Есть какие-то тонкие, узкие моменты, где у вас может возникнуть ощущение, что здесь главное не ошибиться, главное не оступиться, напряжение может быть между коллегами или между вами и начальством, например. То есть, здесь вот это вот чуть-чуть такой вот, ну, очень узкий момент. Какая-то ситуация, может быть, вам хотелось бы продвинуться в ней побыстрее, но она вот, знаете как, мне не хватает информации, мне не достает каких-то сведений, они мне не перезвонили, поэтому я не знаю, быстро тут не получится у меня двигаться, потому что я как бы как с завязанными глазами, да, вот я иду, чуть ли не на ощупь, да, продвигаюсь с понедельника по пятницу, пытаюсь как-то вот держаться, назовем так. Любовь, отношения, семейные отношения, личная жизнь, в общем, личная жизнь, то, что сердцу дорого и близко, а там все ровно и хорошо. Очень хорошая неделя для, естественно, тех, кто в постоянных отношениях, в браке, потому что сверхъестественных событий по восьмерке Пентакли, конечно, их обычно не бывает, но зато, вот то, что было в голове, запланировано на эту неделю, все эти вещи как раз вы можете переделать, и очень даже удачно, и очень благополучно, и останетесь очень довольны тем, вот когда к концу недели придете, скажете, ой, я столько дел переделала, или переделал. Ровные очень отношения, спокойные, для людей семейных, и кто в постоянных отношениях, чуть-чуть, может быть, романтики, ну, знаете, какие-то у вас дела закручивают, дела, вот вы этим заняты, этим вы и рады, собственно, этим и сердце успокаивается, и довольны, но чтобы прям вот сильно было романтично, не могу сказать. Для свободных то же самое, общение, какое-то взаимодействие, простое, понятное, конструктивное с людьми есть, а чуть-чуть романтики, может, ощущение, если вы уж хотите, чтобы это было, может немножко не хватать. Совет стрельца, двойка пентаклей, а смотрите проще на вещи, двойка пентаклей всегда советует нам быть более гибкими, в какой-то ситуации, ну, бывают такие периоды, когда надо действительно выкрутиться, да, какое-то время вот удержать этот баланс, пожонглировать этими, ну, какими-то делами, вещами, посуетиться немножко, да, то есть, старайтесь просто вот удержать этот баланс, не расшатывать ситуацию, не делать никаких вот прыжков, таких вот скоропалительных, по сути дела. Королева жезлов на дне колоды, для женщин-стрельцов, я думаю, это вы, такая вот для меня это ведьмачка, ну, то есть человек, ведьмачка в хорошем смысле этого слова, имеется в виду, женщина шустрая, активная, умная, инициативная, такая вот, она очень энергичная, она всегда находит выход из любой ситуации, всегда, никогда не падает духом, все со всеми вещами справляется, у нее есть свое мнение, свои интересы, свои цели, для мужчин-стрельцов это может быть подруга, мать, жена, ну, конечно, в общем раскладе, кто его знает, может быть, и мужчины могут показывать вот такой вот картой, в общем, короче, не принимайте ничего близких, к сердцу, шевелитесь, шустрите, чтобы не выбиться из колеи, и какой-то баланс не нарушить, крутитесь, короче, если хочешь жить, умею вертеться, дорогие стрельцы, сказали вам на этой неделе, удачи вам во всем, и мы подошли к козерогам, козероге, неделя, с 17 по 23 апреля, у козерогов в работе и личной жизни, что возможно в вашей жизни, какие возможности открываются, так, работа и дела, у козерогов, ох, работа и дела, девятка мечей, девятка мечей обычно переносится не очень хорошо, почему, потому что ситуация, вот такое впечатление, что нас зажали со всех сторон, и нам, мы начинаем, чуть ли не вот, уже нас паника начинает охватывать, потому что либо, короче, у всех это может быть по-разному, либо столько дел, и настолько их сложно, вот это все, какими-то еще, все это сдобрено трудностями, что у вас начинается внутреннее такое состояние, вообще аж уже страх, ну то есть справлюсь ли я вообще, что мне делать с этой вот ерундистикой, вот, могут быть во взаимоотношениях большие проблемы, какой-то страх, вот больше страх, и ощущение угрозы, что вот просто надвигающиеся угрозы, и начинают удаливать самые мрачные мысли, такие, что аж спать не дают, ну, кстати, про спать не дают, может быть, у кого-то настолько много работы, что вы просто не высыпаетесь, вы сидите до поздней, ночи, потому что вам надо это сделать, вы хотите это сделать, это необходимо, и покой и сон потеряли, да, либо очень сложная работа, которая, ну, требует вот такой вот въедливости, и постоянно приходится напрягаться, в общем, ну, то есть неделя очень напряженная в плане работы, если кто-то ищет работу, то на этой неделе вот какие-то, ну, отказы, допустим, или то, что не получается, или не находится, оно все может вас довести даже до отчаяния, вот такого, что это вообще просто нереально, вы знаете, то есть не надо лишнего надумывать, по этой карте всегда точно мы додумываем, так, личная жизнь, любовь, семейные взаимоотношения, какие-то штучки, колесница, ну, потому что других мы не можем контролировать, это нелепо, а вот свои эмоции, выплески, и вообще, что я хочу, и куда я лечу, что мне с этим делать, да, вот тут надо, конечно же, уметь собою управлять, своими страхами, в том числе, и своими эмоциями, особенно негативными, то есть вот вам карты обе, по сути дела, немножечко намекнули о том, что неделя может быть такой вот в событийном плане, когда что-то такое происходит, и ощущение бесконтрольного, вот этой бесконтрольно несущейся машины, да, и вы в такой панике, я не знаю, что делать, в первую очередь, самому не надо глупости делать, сейчас посмотрим, конечно, что вам посоветуют, что вам посоветуют, пересмотреть свои позиции, серьезно подойти, вам необходимо серьезное отношение, и пересмотр глубокий, серьезный, собственного отношения, позиций, каких-то взаимоотношений, каких-то ситуаций, очень важно, вот на это посмотреть критично, да, вот с такой долей критики, то есть правильно ли я делаю, хорошо ли, правильно они ко мне относятся, и так далее, то есть не только только не надо так судить других, надо тут все оценивать по серьезному себя, других, ситуацию, возможности, опасности условно, если вас что-то напрягает, то есть нельзя как-то вот глупить на этой неделе, относиться к этому поверхностному, шестерка пентаклей, карта, отдача долгов, если, то есть это общим фоном идет, не знаю, дело в том, что это карта подарков, карта щедрости, карта благотворительности, карта отдачи того, что мы должны кому-то, вот если вы кому-то должны, суд, шестерка пентаклей, отдайте человеку, ну, по максимуму, если вас нечем отдавать, значит, надо тогда разговаривать обязательно с человеком, договариваться, находить компромиссы, но к этому надо отнестись серьезно, помнить о том, что все в нашей жизни, оно рано или поздно к нам возвращается, потому что это суд в совете вышел, понимаете, поэтому, почему говорю, не судите других людей, да, а оценивайте ситуацию и свое поведение в том числе, потому что иногда мы бросаемся осуждать других, не понимая, что мы-то тоже где-то были неправы, так что будьте внимательны, и если что-то кому-то должны, старайтесь отдавать, удачи вам, дорогие козероги, водолеи, я приветствую вас, и мы посмотрим неделю с 17 по 23 апреля, что водолеям она сулит, в работе то была десятка жезлов, то смерть, теперь вот, надеюсь, что-то поприятнее, но уже пусть будет так, как должно быть, водолеи, работа, дела, бизнес, учеба, у кого что, король Пентакли, ну, видимо, все-таки, десятка жезлов, и смерть у многих, хоть и тяжело далось, но король Пентакли пришли к чему-то стоящему, достойному, король Пентакли, какая неделя, плодотворная, спокойная, ну, плодотворная в плане и, не просто достижений, и как бы результатов по работе, но и денежная, судя по королю Пентакли, ну, кто хорошие деньги зарабатывает, то здесь вы вообще, да, я так думаю, что большие деньги будут, ну, для тех, у кого поскромнее доходы, все равно, вы останетесь довольны, вы будете довольны тем, что вы заработали, сколько, как у вас получилось, то есть, такое вот, даже внутреннее успокоение, где-то наступает у человека по королю Пентакли, потому что все, ну, как бы достойно оплатили, все получил, и, в общем-то, и хорошо. Спокойная, ровная, плодотворная неделя. Могут, конечно, показывать какого-то человека, который распоряжается финансами, который держит это в своих лапках, как этот котик, но общение с таким человеком должно быть на уровне, не, дядя Вася, дайте мне, пожалуйста, а у меня есть проект, вот, расчеты мои, допустим, если ему, вот это-то ваше, что вы там предлагаете, покажется денежным, интересным, и дающим ему, в первую очередь, прибыли, он вас будет любить и понимать. Он, то есть, тогда вот он душка. Если это ему не выгодно, хоть там, что вы там, какие ему распишите, золотые горы, он вас слушать не станет. Ну, или там, продинамит в итоге. Так, хорошо. Любовь, любовь, семейная жизнь, романтика, у кого чего. Но энергия этой недели, моя башня. Внезапные события, да, гром и молнии. У кого-то это потрясение, у кого-то это вообще полнейший крах отношений, у кого-то это сюрпризы, как снег на голову, или как гром среди ясного неба. У всех по-разному. Степень этого разная, но то, что будут неожиданные, внезапные события, которые вы не планировали, можете к этому сразу готовиться, потому что они будут. Но это может быть, кстати, и приятным сюрпризом. Не надо думать, что это только плохое. Я бы сказала, это просто в общем раскладе как-то неприлично, но это может быть очень приятное событие, поверьте мне. Так что, просто, ну, смотрят и дети, я не могу сказать, но поверьте, башня не всегда плохая. Я просто говорю, что она бывает очень разная, и степень этого разная. Но будем надеяться, что у вас это будет приятное событие. Так, совет, совет водолея. Звезда. Звезды, 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 звезды всегда советуют не терять надежду. Это надежда, это вера в лучшее, это вера в то, что в свое светлое будущее, в наше светлое будущее, в мое лично, условно, мы всегда должны верить. Вот когда мы верим, когда мы смотрим вперед, еще дальше, когда мы тянемся к этим звездам, тогда мы чего-то можем добиться. Тогда какие-то вот эти вот перипетии жизненные, они нас не доканывают так, потому что у кого есть в душе вера, я сейчас не про, не только про религию и про традиционную веру, вера в лучшее, вера в светлое, вера в добро, вера в то, что все благополучно завершится и все, что не делается, все к лучшему, вот те водолеи выстоят, потому что если какие-то тут неприятные, допустим, сюрпризы, а могут быть, тем более тогда нельзя терять веру в то, что даже если здесь у меня не сложилось, там, допустим, с каким-то человеком, меня ждет еще что-то прекрасное в будущем, еще лучше будут мои отношения, и моя жизнь будет светлее и прекраснее. Так что вот водолейская звезда, так что водолеи, это просто даже, ну, как само собой разумеется, жрица на дне колоды, жрица у нас и секреты, и тайны, и какую-то женщину могут показывать, и астролога, и предсказателя, и какую-то тайну, и собственные секретики. Так что у кого, как это будет отыгрываться, и где она, и кто она, не знаю, но факт тот, что вот ее показали здесь на дне колоды. Да, ну, будем надеяться, что эта башня будет прекрасна. Но бывает по-разному. Так что, просто готовимся к неожиданностям, и верим в светлое будущее, дорогие водолей. Удачи вам! Так, рыбы, я приветствую вас, рыбки. Так, неделя с 17, по 23. Работа, дела у вас, бизнес, учеба, какие-то другие хобби, я не знаю, творчество. Что-то, какие-то напряжения на этой неделе. Девятка мечей. Всегда она говорит, единственное, что если у кого-то очень много ночной работы, то ничего страшного, она ничего не говорит, она просто говорит, что высыпаться не будете, вот и все. Это понятно тогда, если у вас напряженный период в работе, если у вас дел выше крыши, все это надо к какому-то там сроку успеть уложиться, то все, спать некогда, покой тоже мы немножко потеряли, и начинаем себя накручивать, успею я ли, успею ли я, и получится ли, и так далее. Вот. В общем, период, неделя напряженная. Сразу скажу, как ни крути, хоть это, даже если у вас нет никаких неприятностей, просто вы тут лопатите, как умалишенный, чтобы что-то закончить, все равно это тяжело. По девятке мечей нас могут начать одолевать какие-то переживания, страхи, мы можем надумывать что-то, накручивать себя, усугублять своим эмоциональным состоянием какую-то ситуацию, может она не так и страшна, как нам начинает казаться. Учитывайте, это сейчас совет послушайте, хотя бы вот так к сведению примите. Так, любовь, личная жизнь, отношения, отношения в семье, романтика, у кого-чего, у каждого свое. Здесь у нас королева мечей, что рыбок посетили мечи на этой неделе. Королева мечей, конечно, это для большинства все-таки будет женщина, если вы рыба, женщина, может быть, не исключено, потому что все-таки надо смотреть комплекс, да, на этой неделе из-за какого-то напряга на работе, из-за каких-то переживаний, из-за каких-то постоянного ломания головы, связанных с какими-то делами и работой, у вас такое ощущение, что вы можете быть тоже стать вот такой вот рисковатой, холодной, напряженной, да, ну, как вот, когда человек расстроен чем-то, да, или мыслью его занята чем-то другим, то немножечко становится недоотношений, ну, по крайней мере, большую часть недели, да, для мужчин рыб не исключено, что, то есть, если вы со знаком воздуха в отношениях, ну, близнецы, весы, водолей, то может быть, ничего такого не будет, как бы, ну, женщина будет, в принципе, главенствовать и разруливать большинство ситуаций в отношениях, дома, в семье, но тепла все равно, тепла здесь нет, конечно, мячи всегда напрягают нас и делают неделю, ну, посложнее, понапряженнее, по разным причинам, так, хорошо, совет, рыбка, как на этой неделе лучше со всеми делами справиться, из каких-то ситуаций, которые вас не устраивают, не нравятся, вам это надоело, вас это утомило, вас это не удовлетворяет, вам советуют эти ситуации оставить, ситуации, людей, отношения, то, что вас уже, ну, понимаете, вот оно вам радости не доставляет, вы там постоянно чувствуете дискомфорт, назовем так, да, либо просто там нет блага, условно, там нет счастья, там нет праздника какого-то, да, в этой ситуации, ну, просто надоело, например, может, хобби какое-то, то может у вас какая-то общественная работа, помимо основного занятия, может быть, вы там на предприятии, еще на вас повесили какую-то общественную работу, и вы тут себе мозг взрываете, может быть, карты вам говорят, можем вам сказать им до свидания, пусть они сами занимаются этими сборами каких-нибудь там взносов куда-то, да, то есть, ну, вот здесь вот так вот может быть, отдыхать надо по этой карте, если что-то вам не достает, ну, ищите тогда, если вам что-то не хватает, если вы начинаете по этому поводу дергаться, переживать, волноваться, напрягаться, значит, ищите то, что вам не достает по восьмерке покупков, туз, через разговор, через какую-то информацию, через какое-то событие, что-то может проясниться, ну, видимо, достаточно рисковато, судя по картам, дорогие рыбки, то есть, неделя чуть напряженная, немножко пока вот так, ну, ничего, совсем справимся, я вам желаю удачи, и чтобы все это напряжение побыстрее спало, и вы все благополучно разрешили, удачи вам, любви, всего самого наилучшего, пока!